улучшить качество текущего дня вот высшее искусство здравствуйте с вами программа формула качества ваш постоянный штурман в таком непредсказуемом и непостоянном не всегда спокойно море товаров и услуг а значит по сути и в житейском море тоже мы остаемся вашим верным путеводителем и не отказываемся от почти невыполнимой миссии рассказывать взвешивать все за и против доходить до самой сути в вопросах да собственно во всех без исключения вопросов совсем скоро нам с вами предстоит качественно отметить день города фейерверками концертами знаменательными событиями и встречами еще бы ведь год юбилейный 180 новороссийскую исполняется это будут без сомнения качественные воспоминания итак мы с вами на форумной площади здесь и в будни и дни очень многолюдно а в праздничные особенно в день города просто яблоку негде упасть и что запланировано вот здесь в дни города здесь основные мероприятия конечно будут проходить радует что город новороссийск стал местом для всех коллекционеров россии мы проводим традиционный международный слет коллекционеров называется новороссийская ярмарка увлечений здание морского вокзала 14 по 16 сентября где все любители антиквариата каких-то коллекционных вещей могут на два этажа удовлетворить свою фантазию потребности просто прийти посмотреть ну и также конечно масштабные мероприятия планируется здесь 14 числа вся площадь превращается в национальную галерею всех национальных обществ города новороссийска здесь будет проходить в новом формате нетрадиционным для города фестивального россияне да мы ты это там на аллеях там в парках здесь как бы хочется совместить творчество гастрономию какие-то показы традиций фестивальные какие-то части у нас будет стоять большая сцена в этом году мы делаем большую масштабную сцену с выгородками да с хорошим оборудованием для того чтобы все наши коллективы достойно могли представить себя здесь у нас будет установлены шатры с каждым национальным обществом где они будут презентовать себя будет работать малая сцена площадка ну то есть такая атмосфера где каждый житель города может погрузиться вот в эту национальную среду стать участником побывать одновременно в армении в грузии в греции почувствовать это самобытность быть кухню творчество то есть стать частью нашего многонационального города 15 числа самое главное основное мероприятие в субботу будет проходить здесь это конечно главный праздник для всех жителей гостей города начиная с утра у нас будет работать площадки различные конкурсы концерты здесь же будет проходить фестиваль воздушных змеев то о чем мы говорили уже более ста заявок подано в этом году на участие в этом фестивале радует то что расширяется география и сегодня к нам добавляются города анапы краснодара крымска геленджика то есть там все по номинациям там принимает и школьники и учреждения социальной сферы там и там больницы и школы и дома культуры и отдельно есть предприятия которые вот активно выходят со своими презентациями своих воздушных змеев а там целое у нас положение и там и легенда и внешний вид и там содержание и высота полета и время провождения воздуха начиная с трех часов дня приходите все небо будет как говорится в алмазах воздушных змеях также здесь свободная регистрация то есть те кто не успел официально зарегистрироваться но желает поучаствовать у нас и семьи приходят этой семейный праздник в том числе каждая семья может приготовить своего змея и презентовать его здесь на площади сам свободной независимой какой-то форме далее это все переходит у нас празднования с 19 30 здесь уже на площади мы начинаем подводить итоги гала-концерта международного фестиваля молодых исполнителей москву узел да в этом году он в новом формате проходит в новом понимании в рамках дня юбилейного города такое было принято решение главой города поддержать фестиваль приурочить его дню города герой новороссийска у нас уже отобраны участники первый второй тур будет проходить 14 числа в городском театре где будут определены уже конкурсной комиссии победители а финал гала-концерт будет здесь на центральной площади очень много стран традиционно армения израиль латвия эстония помимо вот этих стран что я перечислил нам добавились колумбия куба которые никогда не были здесь у нас городе не участвовали в фестивале это будет наверно тоже такой изюминкой представительства этих стран в этом фестивале награждение гала-концерт а дальше начинаем большой праздник театрализованное представление массовое масштабное которое покажет историю развития города его основания здесь будет представлена лучшие творческие коллективы города новороссийска которые покажут как это было как это создавалось перемешку с творчеством театрализация с концертными номерами не оставят равнодушного ни одного жителя и гостя города и в завершении это подарок главы города всем новороссийцам гостям концерт звезды российской эстрады к нам приезжает дима билан который поздравит жителей своим концертом нью-города и после концерта примерно в 22 часа праздничный фейерверк здесь на территории этой площади и на территории акватории фейерверк тоже хочется делать необычным подарочным мы над этим сейчас думаем как сделать так чтобы он отличался от всех тех которые были в обычные даты помимо вот димы билана город приедут поздравлять и другие исполнители нас очень много краевых коллективов нас есть гости из москвы которые связаны как-то с историей города с песнями творчеством они будут тоже участвовать на всех площадках 13 числа городском театре у нас будет проходить торжественное собрание тоже вручение медали о которых мы уже говорили и поздравлять будет сосо павлиашвили то есть там тоже будет праздник концерт с участием звезды а вообще приходите с утра и не уходите до вечера а у вас уже имеется своя формула идеального здоровья если нет то моя коллега ирина ищенко человек знающий правильную расшифровку аббревиатуры зож готова сделать свои дополнения к ней я ирина ищенко здравствуйте вот и закончилось жаркое лето осень в наших краях тоже не будет холодной однако дождливая сырая ветреная погода вряд ли улучшит настроение и еще может пойти на вред нашему здоровью предлагаем подготовиться к осенним испытаниям призвав в качестве надежного и эффективного помощника магнитотерапию осень не случайно считается временем обострения ряда хронических заболеваний ведь достаточно промокнуть под дождем разок-другой чтобы запустить тот или иной воспалительный процесс очень часто мы слышим перегрелся или переохладился на улице попал под дождь ноги промочил и прочее болят суставы при ангинах болят суставы вот это тот самый механизм то есть переохлаждающий фактор снижает иммунную систему организма и ведут воспалительные процессы в тканях если вы ощущаете дискомфорт в суставах во время ходьбы или даже в покое если суставы опухают и движение ими ограничено то можно проконсультировавшись с врачом воспользоваться магнитотерапией магнитотерапия в чем она в чем суть этой терапии воздействие низкочастотных магнитных волн на сам организм и на боль локальная область применения компания еломет предлагает новинку физиотерапевтический аппарат алмаг плюс улучшенную конструкцию алмага 01 его преимущество возможность работать в трех режимах основном детском и обезболивающем что значительно расширяет возможности лечения позволяет применять разные методики неподвижная и бегущая магнитные поля для преодоления других испытаний осени простудных заболеваний и аллергического ринита в качестве универсального и эффективного средства профилактики и лечения стоит применять аппарат мультилор он имеет три лечебных фактора тепло магнит и красный свет приобрести приборы для физиотерапии на дому и получить бесплатные консультации специалиста можно в новом магазине фитофарм медтехника на анапском шоссе 93 а консультационный центр работает 12 21 22 сентября с 10 до 13 часов физиолечение и магнитотерапия это лишь один способ поддержания своего организма в хорошей физической форме однако если к этому вы еще добавите занятия лечебной физкультурой то вы всегда будете себя хорошо чувствовать наше время век гиподинамии многие люди не верят в том что обычная лечебная физкультура оказывает очень положительный эффект можно сделать подобрать буквально несколько упражнений которые быстро вам снимут боль и так начинаем упражнение на позвоночник и начинаем с растяжки позвоночника поднимая ручки вверх над головой опустили ручки на пол вытянули носочки и восстанавливаем нашу спинку наш позвоночник начинаем медленно вытягивать спинку вытягиваем руки вверх ножки вниз и делаем растяжку в исходном положении вдох и на выдохе потянулись тянемся вверх потянулись тянемся тянемся раз два три четыре пять и расслабили мышцы и еще раз потянулись раз два три четыре пять и расслабились выполняем упражнение медленно но прочувствовали каждую мышцу каждый позвонок растягиваем это упражнение растягиваем позвоночник улучшает кровообращение улучшает микроциркуляцию следующее упражнение у нас идет на шейный отдел позвоночника исходное положение лежа на спине руки на поясе соединили ножки вместе немедленно поднимаем голову смотрим на свои носочки удерживаем шейный отдел плавно опускаем возвращаем в исходное положение упражнение выполняем на выдохе вдох в исходное положение а на выдохе поднимаем голову держим раз два три четыре пять вернули старайтесь плечики не отрывать а работает только шейный отдел растягиваем шейный плечевой отдел поехали и вдох на выдохе тянем и раз два три четыре пять смотрим на свои носочки расслабились отдохнули две-три секундочки выполнение этих простых упражнений занимает всего 15-20 минут но если их делать каждый день причем не обязательно утром а в удобное время то ваш позвоночник будет вам благодарен боли отступят и самочувствие улучшится делайте то что полезно для здоровья если вы сегодня выполнили эти упражнения с нами вы почувствуете как у вас улучшается кровообращение как у вас улучшается работа позвоночника улучшается работа суставов все зависит только от вас здоровье в ваших руках с вами была ирина ещенко давайте не будем грустить по поводу того что прошло лето и сохранять бодрость духа и хорошее настроение на сегодня все и помните как говорил генри форд он выявил точную формулу качества а он говорил так качество это когда ты все делаешь правильно даже если на тебя никто не смотрит на телевидении же лежит особая ответственность телевидение смотрят все